Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина Волкова, акушер-гинеколог. Я рада, что вы снова обратились к моим роликам на канале для женщин. Обязательно подпишитесь, обязательно поставьте колокольчик для того, чтобы регулярно получать вдомления о моих новых и полезных роликах. Ну что ж, поехали! Сегодня мы с вами поговорим о дефиците прогестерона. Вы часто задаете этот вопрос в комментариях по поводу, как сохранить уровень прогестерона, почему он вдруг снизился, как восполнить и так далее. Вот давайте сначала разберемся, кто же такой прогестерон, а потом, почему действительно вы теряете уровень этого полового гормона. В нашем половом цикле есть два больших отдела, две большие части. Первая и вторая половина менструального цикла. В первой половине менструального цикла у нас с вами вырабатываются эстрогены, потом происходит овуляция в середине менструального цикла. Результатом овуляции становится формирование желтого тела. Это физиологическое образование, которое вырабатывает прогестерон, гормон второй половины менструального цикла. И вот качество жизни во второй половине цикла полностью зависит от того, сколько у вас выработалось этого прогестерона, насколько он хорошего качества. И предменструальный синдром будет зависеть от этого, и способность к беременности, и качество менструации, обильность, болезнь, болезнь за все за это отвечает и уровень прогестерона в том числе. Если мы с вами потеряли качество или количество прогестерона, у нас начинаются проблемы. Разрастается эндометрий, кровотечения появляются, растут миомы, растут кисты в молочных железах, появляются обильные менструации и так далее. Множество-множество разных проблем, вплоть до тяжелого предменструального синдрома. Так что же нужно делать, чтобы сохранить уровень прогестерона? Что на него так влияет? Первое, что влияет на уровень прогестерона, это стресс. Самый мощный триггер, самый мощный фактор, который затрудняет его нормальную работу. Все половые гормоны, эстрогены, прогестерон, строятся из одного строительного материала, из холестерина. Из того же холестерина строятся у нас стройные гормоны, гормоны стресса. Кортизол строится из этого же строительного материала. И естественно, когда мы с вами нервничаем, мы всю работу, мы всю систему будем направлять на то, чтобы выработать кортизол, гормон стресса, чтобы убежать скорее от опасности. А уж половые гормоны как придется. И поэтому на стрессе первый будет страдать уровень прогестерона, укоротятся менструальные циклы, будет более тяжелый период перед менструацией, боли в молочных железах. Это все результат стресса и потери прогестерона. Бывает, женщина обращается умница, красавица, она следит за своим питанием, она занимается спортом. Ну, конфетка. Начинаешь разбирать с ней вопросы причин, она находится в глубоком стрессе, в рабочем, семейном. Она просто стремится к какому-то совершенству. И вот в погоне за этим совершенством она находится в глубочайшем стрессе, в глубочайшей депрессии. Даже если хорошо выглядите, даже если заботитесь о своем здоровье, конечно, могут быть проблемы с прогестероном. Следующая причина – это отсутствие строительного материала. Мы с вами сказали, что строительный материал для построения прогестерона – это холестерин. Холестерин – это усвоенный жир. Если вы избегаете в рационе животного жира, растительных масел, если вообще в целом плохо питаетесь, перекусываете, кусочничаете, конечно, источника на построение прогестерона будет не хватать, нужно правильно питаться. Но с пустой строительной площадки мы прежде всего возьмем с вами материал для того, чтобы построить что? Построить стресс. Правда? Для того, чтобы построить кортизол. А уж потом все остальное. К особым причинам, которые мешают построению прогестерона, относятся нарушения работы щитовидной железы. Это гипотероз, когда щитовидная железа у нас работает плохо. Относятся также проблемы, связанные с деятельностью центральной нервной системы. В центральной системе у нас есть железогипофиз. И вот этот гипофиз иногда избыточно вырабатывает пролактин. Пролактин, который тоже нарушает нормальную выработку прогестерона. Ну и последняя важная причина – это причина, связанная с ускуднением ресурсов яичников. В переменопаузе, в ситуации, когда яичники истощились преждевременно, это может быть в любом возрасте, нет источника построения половых гормонов, все фолликулы угасли, яичники превратились в уменьшенный вариант, сморщились яичники. Нет никакой возможности вырабатывать вообще никакие половые гормоны, ни эстрогена, ни прогестерона. Приближаясь к переменопаузе, частота в эволюторных циклах, когда есть эволюция, когда формируется желтое тело, снижается. Соответственно, и снижается объем вырабатываемого прогестерона. Поэтому, если у вас есть переменопауза, вы в старшем возрасте и подозреваете дефицит прогестерона, обязательно обращайтесь к гинекологу, мы можем восполнить этот уровень прогестерона тем, кому это нужно и не противопоказано. Ну что ж, спасибо вам за внимание. Я буду рада вас видеть на своих очных приемах в медицинском центре Гармония в Ярославле. Обязательно, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм, где я очень много рассказываю о женском здоровье. Обязательно подпишитесь на канал, обязательно поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну и оставайтесь со мной, оставайтесь здоровыми. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok